с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 12 августа день воздушно-космических сил российской федерации в далеком 1912 году в этот день по военному ведомству россии издан приказ согласно которому водился в действие штат воздухоплавательной части главного управления генерального штаба а уже в 2015 году в россии образованы воздушно-космические силы состав которых теперь входит и ввс у родившихся в этот день 1831 год в этот мир приходит елена блаватская родившиеся в украинском екатеринославе российская дворянка ставшая гражданкой сша религиозный философ теософского направления литератор публицист оккультист и спиритуалист путешественница в 1949 году родился марк ноплер лидер группы дайр стрейц ну а теперь о событиях этого дня 1323 год после 30 лет войны между новгородом и швецией заключается так называемый ореховский мир первый мирный договор определяет границы между швеции и русию и закрепляет за новгородом право на восточную часть карельского перешейка 1851 год американец исаак мерит зингер получает патент на швейную машинку к 20 годам охладев от бродячей жизни он устроился работать на завод запатентовал станок для резьбы по дереву после чего отправился в нью-йорк где опять же по собственному признанию от нечего делать начинает изучать устройство швейных машин зингер разработал свой улучшенный вариант всего за 10 дней его игла ходила не по кругу а сверху вниз шок был непрерывным машинка устанавливалась на чем-то вроде стола чтобы там лежала ткань ну и конечно главное отличие изобретения зингера от других швейных машин ножная педаль которая освободила руки мастериц первый экземпляр был продан за 100 долларов реклама тоже сыграла свою роль компания зингера стала первой в истории тративший на эту самую рекламу более 1 миллиона долларов в год в личной жизни зингер тоже рекордсмен у него три жены 4 любовницы и 22 ребенка последняя вдова стала прообразом знаменитой статуи свободы в нью-йорке 1856 год энтони фас запатентовал аккордеон первые музыкальные инструменты устроены по принципу аккордеона гармонии баяна были известны еще много веков назад их родина азия там у древних китайцев был в ходу инструмент шан использовавший колебания встроенных в него язычков вот он и стал прародителем аккордеона а аккордеоном инструмент назвали потому что при нажатии кнопок получались не отдельные звуки а готовые аккорды 1896 год два индейца джим скукум и чарли тагиш их бледнолицы зять американец джордж вашингтон кармек промышлявший чем придется на канадской реке юкон увидели на дне невзрачного ручейка в долине речки клондайк золотой песок ну а под ним крупные самородки огляделись золото было везде так начинается великая клондайкская золотая лихорадка на эльдорадо так назвали чудесный ручей ринулись жители ближайших поселков но настоящее безумие которое писал джек лондон и высмеял чарли чаплин начинается через год когда корабли золотом прибывают сиэтл и сан-франциско за два года здесь побывало 60 тысяч человек со всего мира к 1904 году клондайк дает золото на 100 миллионов унций он был отработан только к середине 60-х годов 20 века 1928 год в москве открывается центральный парк культуры отдыха имени горького на территории всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки действовавший здесь в 1932 парку присваивают имя максима горького в связи с 40-летием его общественной и литературной деятельности а в 1947 парк награжден орденом ленина сегодня центральный парк культуры отдыха слился с зеленым массивом воробьевых гор парк можно поделить на несколько зон празднично массовую историческую и прогулочную видовую но он по-прежнему остается излюбленным местом гуляния культурного и спортивного досуга москвичей и гостей столицы в 1942 году в москве проходит встреча иосифа сталина и уинстона черчилля она прошла весьма неблагоприятной обстановке британский премьер прибывает в москву чтобы сообщить сталину об отказе от обещания открыть второй фронт во франции в 1942 первая встреча черчилля со сталиным длится три часа сорок минут сталин вручает черчиллю памятную записку в которой напоминалось что решение открыть второй фронт было окончательно подтверждено во время визита молотова вашингтон и обвиняет союзников в неисполнении соглашения черчиллю пришлось мобилизовать все свое красноречие постоянно спрашивая переводчика сумел ли тот донести суть до сталина сталин на это отвечает не важно что вы говорите важно как вы говорите в 1949 году в лондоне из-за скворцов которые разместились на минутные стрелки часов биг бен начинает отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты 1953 год на 7 и палатинском полигоне взрывается первая водородная бомба эти взрывы будут продолжаться до 1963 рядом с полигоном под вывеской бруцелезной будет открыт 4 диспансер к 1990 году из 40 пациентов которые стояли на его учете в живых останется всего 5 гриф секретно будет снят с казахстанского полигона под напором общественного движения невада семипалатинск а в 1985 году компания ibm выпускает первый персональный компьютер освоив данное производство в промышленных масштабах с этого события начинается эра всеобщей и поголовной информатизации уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров переваливать за 130 тысяч к 2000 году во всем мире будет продано 140 миллионов персональных компьютеров 2000 год в ходе крупномасштабных маневров северного флота в баренцевом море около полуночи потерпела катастрофу и легла на грунт на глубине 107 метров лучшая российская субмарина подводный атомный ракетный крейсер к 141 курск спущены на воду в 1994 году спасательные работы которым 19 августа подключились норвежцы оказались безрезультатными и через пару дней стало окончательно ясно что все 118 моряков курска погибли как показало расследование причиной трагедии стал самопроизвольный взрыв торпеды который повлек за собой взрыв всего торпеды отсека 2013 год единый номер вызова экстренных служб 112 начинает работать на всей территории россии но еще об одном событии подробно 12 августа 1877 года начинается всемирная история звукозаписи в присутствии свидетелей американский изобретатель томас эдисон зафиксировал на покрытый воском валик собственное исполнение английской детской песенки у мэри был барашек он продекламировал в рупор диковинного аппарата пару строчек песенки а потом аппарат голосом изобретателя повторил историю о мэри это была сенсация но будем справедливыми принцип записи и воспроизведения звука почти на год раньше эдисона открывает французский поэт и ученый шаль кро однако пока запечатанный что называется конверт с описанием его палеофона лежал канцелярии французской академии практичный эдисон оформляет заявку на свой фонограф уже совсем скоро его показывают в цирках выдавая за необъяснимую загадку природы но недостатки у фонографа конечно же были их исправил изобретатель эмиль берлинер который в 1887 году взял патент на другой звукозаписывающий прибор граммофон вот такая она история аудио с вами был николай пивненко в проекте дата